Сбер готов быть единым окном входа в Россию для китайского бизнеса. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме. Так, среди корпоративных клиентов Сбера не менее 7,5 тысяч компаний-резидентов с китайским участием. Что поменялось, то, что мы видим по паспортам сделок. Если раньше все было достаточно просто из России в Китай это энергоносители, из Китая в Россию товарно-народного потребления, то теперь мы видим, как много из Китая заходят техники, сервисных решений. Собственно говоря, Китай во многом заменил для России поставщиков из Центральной и Восточной Европы, из США. И на самом деле это хорошие тренды. Отметим, что общий портфель новых планируемых на территории России проектов с китайским капиталом по оценкам Сбера составляет не менее 2 триллионов рублей. В эту сумму входят проекты в самых разных отраслях, от нефтегазовой до сельского хозяйства. В основном это крупный бизнес. Наш Центр инвестиций в Москве объединяет 300 китайских компаний, в том числе 150 самых важных. Вклад наших предприятий – более 60 миллиардов долларов инвестиций. Мы предоставляем помощь в подборе рабочей силы, финансировании проектов на территории России, помогаем открывать счета. В этом вопросе сотрудничаем со Сбером. Помогаем продвигать китайские автомобили на российский рынок. Это не только предприятие, но и производство запасных частей, а также поставка технологий. Задача Сбера – помочь и среднему китайскому бизнесу быть успешным в России. И сейчас над этим идет активная работа. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.